Меня зовут Константин Чайкин, я часовой мастер, изобретатель, основатель одноименной мануфактуры. 23 октября 2003 года, не имея ни специализированного образования, ни технической базы, ни инвестиций, я взялся за изготовление моего собственного турбьона, первого в России за 175 лет. Так родилась мануфактура Константин Чайкин, единственное предприятие в России, специализирующейся на высоком часовом искусстве. 22 июня был получен последний патент. 80-й патент на изобретение. Бланк еще не пришел, но я думаю, что в течение недели-двух мы его получим. Вот один из самых первых, или первый патент, как бы календарное устройство для определения даты православных праздников. Сейчас я тоже пишу заявку на новый патент. Вот здесь порядка 60 страниц, большое количество математики и физические задачи, которые до этого никто никогда не решал. Так, у тебя сейчас сборка прототипа. Хотел спросить по поводу крепления, да? Нет, по поводу вообще этажки. Ты сейчас все это молодец надел, поэтому сейчас все это будешь снимать, потому что тебе нужно еще минутник найти. Еще раз, крайний правый у нас завод, крайний левый перевод, вот он работает. Выставляешь 10 на 12, также на 12 выставляешь стальные стрелки. Ремонтуарный мост есть, вилочный есть, баланс есть, в целом все есть. Любые часы начинаются с идеи. И для того, чтобы от этой идеи прийти к готовому изделию, часы проходят очень большой путь. Прежде чем начать делать что-то материальное, я всегда использую эскиз. Он помогает мне объединить в одно целое три вещи. Внешний вид часов, как будет выглядеть механизм и их философию. Поэтому для того, чтобы создать какую-либо концепцию часов, приходится очень много прорисовывать различные фрагменты механизма, отдельные элементы часов и декоративную составляющую. Работа с эскизами, это, наверное, мое личное, потому что я знаю много часовщиков или конструкторов, которые не используют, скажем, какой-то драфт или эскиз, для того, чтобы начать работать над идеей, а сразу это делают в компьютере. В моем случае, наверное, такой олдскул, старая школа, которая, возможно, идет больше с детства, потому что я любил рисовать. Сейчас, если есть или получается найти вдохновение или время, я тоже обращаюсь к поискам каких-то сюжетов, рисунков, ну и, соответственно, стараюсь свои вещи фиксировать. Рождение часов, рождение готового облика, внешнего оформления или механизма – это достаточно плавный эволюционный процесс, который постоянно живет. И, естественно, я в поисках формы, в поисках идеи стараюсь обращаться к блокноту, к эскизам каким-то, где я зарисовываю какие-то элементы, которые потом уже преобразовываются в 3D-модели, вот как мы с вами можем увидеть в компьютере. Несложно вспомнить в своем детстве моменты, которые были ярко связаны с часами. То есть часы не фигурировали в моей жизни очень часто, и нет такого, что посмотрел как-то раз на часы и понял, что с этим связана моя жизнь. Такого здесь не было. Единственный человек, который был ярко связан с часами – это моя бабушка, которая работала на Невском проспекте, Дом-23, это одна из старейших ленинградских часовых мастерских. Она занималась приемкой часов в ремонт. Пожалуй, важным моментом, который, наверное, изменило, дало какой-то вектор в эту сторону – это было то, что в пионерлагере я столкнулся с кружком. Там находилась любительская радиостанция, в которой фактически можно было связаться абсолютно со всем миром. Первым делом я учил азбуку Морзе, потом, соответственно, видел, как люди работают на любительской радиостанции, залезал на дерево, вешал эту антенну, помогал закапывать заземление. Был период, когда я ходил по помойкам, собирал эти радиодетали, старые платы от телевизоров, и оттуда их выпаивал, и мне это все очень нравилось. Потом опыт создания какого-то первого детекторного приемника. И все это привело к тому, что мне это настолько понравилось, что я захотел с этим связать свою жизнь. И после школы поступил в радиотехникум связи имени Эрнеста Теодоровича Кренкеля на третьей линии Васильевского острова, где, собственно, начал учиться и познавать, в общем, что такое радиосвязь. И мне это очень вдохновило, мне это нравилось. Ну, а поскольку после окончания, там, наступило 18 лет, я пошел в армию, и после демобилизации я понял, что надо идти работать, ну, и пошел, в общем, начинать свою будущую карьеру с работы слесаря. Научился, там, пилить, сверлить дырки, там, в железе, вот, носить на своей спине на 12 этаж как бы железные тяжелые двери. Ну, и первое знакомство с таким микробизнесом, фактически, да, с деньгами и с возможностью коммуницировать с любым человеком, как раз дало три года работы торговым агентом, где я ходил там по улице, прилагал всякую фигню, парил люди. Вот. И мы с Русланом, как бы, смогли, фактически, на очень небольшие деньги, там, я говорю, три, он говорит, пять тысяч рублей, начать свой микробизнес. То есть мы покупали в Москве часы, перевозили их в Петербург, и таким образом продавали. Почему первым предметом стали именно часы, а не трусы, так я не знаю. Вот. Просто так сложилось. То есть нет никаких определяющих обстоятельств, связанных с тем, что мы начали покупать в Москве часы, там, а не что-то другое. Часов все-таки было много брака, и тогда мы стали заниматься уже ремонтом. Повесили объявление и назвали как раз вот этим, на минимум, центром реставрации часов. И меня эта история начала затягивать глубже, там, а как они работают, а давай посмотрим, какие есть еще часы. Коллекционировать начал старинные часы. И очень много всего начало вокруг как бы этого складываться, то есть это превратилось в некую страсть, желание, какой-то бизнес, которым захотелось заниматься. В какой-то момент мы подумали, что нужно делать свои часы. На самом деле это была больше Костяна идея, делать что-то свое. То есть если у меня был просто вариант продавать, уже готовое, зачем что-то придумывать, если это так, деньги. Костя сказал, надо, надо сделать свое. Сейчас я познакомлю вас со «Святая святых». Это книжка «Ветчмейкинг». Вот она в моем первом, скажем, мой первый экземпляр на французском языке. Тогда еще на английском языке не было. Потом, соответственно, на английском языке я получил. И когда она попала мне в руки, это буквально, по-моему, 2004 год, ей уже много лет, она даже с собаками покусана. Для меня это было, и для многих сейчас является настольной книгой. В ней подробно, подетально рассказывается, как создать часовой механизм, как изготовить часы, как изготовить каждую деталь, как это все рассчитать. И, конечно, для молодого мастера, который только-только познает часовое мастерство, это является, в общем, неотъемлемым учителем. Я, по-моему, рассказывал, я был в архиве Академии наук, и, в общем, у меня была задача реконструирования планетных часов Кулибина. Я набрал достаточно много материала. Там все расчеты производились с помощью фактически циркуля и линейки. И, кроме этого, изготовление деталей, оно, в общем, тоже проходило на достаточно примитивном уровне. Замечательная, замечательная книга, потому что здесь, я говорю, гравюры, там, вот, 1819 год, например, да, смотришь, цифрыки такие приятные, 800, то же какой-то год. Вот здесь вот описано часовые зацепления различные, да, и показана сила, разница силы, в принципе, объясняет принцип работы колес между собой. Построение зубчатых колес отрибов здесь описывается. Вот здесь вот принцип работы коррельёны и органы. В какой-то прекрасный момент я понял, что вот те часы, которые есть, наверное, чего-то не хватает. То есть хочется сделать другие часы. То есть когда появился первый магазинчик, мы с Русланом решили сделать настенные часы, то есть я нарисовал дизайн. То есть мы купили часовые механизмы немецкие со стрелками и на заводе заказали, чтобы по моим чертежам, да, сделали, вырубили куски нержавеющего железа, их изогнули правильным образом, потом отдали на лазер для того, чтобы на них сделали цифры, разработали и создали упаковку, инструкцию, то есть полностью, фактически сделали какой-то продукт под ключ. Дальше важным этапом стало то, что вот моего отца в 2003 году был юбилей 50 лет и к этому замечательному моменту я решил сделать ему подарок собственные часы, где покупным был швейцарский наручный часовой механизм и моя задача была сделать корпус, циферблат, как бы со своим дизайном стрелки. Уровень изготовления тогда, скажем так, 17 лет назад, был еще там на очень невысоком уровне, но тем не менее часы были сделаны. Смотри, я там сделал настенные часы, тут сделал наручные, а там что еще можно сделать? А вот есть классный механизм с турбьоном, называется, да, давай я попробую сделаю. И почитав про то, как это устроено, мне показалось, что это не очень сложно. Когда Константин сказал, что буду делать турбьон, многие мастера сказали, ничего не получится, это сложно. Ну, я, честно, я не говорил так, что это не получится, я знал, что это все возможно, если уж это сделали столько лет назад, это возможно. Ну, просто думал, сколько это будет стоить и каких ресурсов. Но я опять не поднимал этот вопрос, значит, сделать, значит, сделать. Турбьон был изобретен в 1795 году Авраамом Луи-Бриге как чисто техническое средство оптимизации точности хода, когда баланс и несколько других деталей устанавливаются во вращающейся каретке. Средство очень затратное в производстве и трудоемкое в сборке и наладке. Начиная с 90-х годов прошлого века, турбьон воспринимается как символ высокого часового искусства, так как его изготовление, сборка и наладка требуют от часовщика очень высокой квалификации и опыта. Для понятия своего престижа, лучшие часовые бренды считают себя обязанными получить турбьон в свою коллекцию. Теоретически, сама система очень простая. Технически нужно сделать специальную высокоточную конструкцию, раму, она называется каретка, из очень тоненьких деталей, чтобы они не нагружали ее очень точных, которые будут вокруг этого колеса секундного вращаться. Первый опыт создания прототипа он был по-настоящему сделан с помощью лобзика. Ну и, собственно, прототип работает, черт возьми, да, то есть, все работает, это возможно сделать турбьон. И после этого я уже начал проектировать свой часовой механизм со своим дизайном, ну, так как я это видел, да, то есть, соответственно, у меня не было школы какой-то, не было мастера, который там не показал, как это все делать, не было опыта дизайна, работы над часами. Вот, ну, в общем, как увидел, вот нарисовал, так и это и сделал. Ну, первые часы там не было ЧПУ, там было только, в общем, лобзик и там примитивные средства, которыми это обычно делается, маленький сферильный станочек, то есть, это все без ЧПУ происходило. Это фактически был первый турбьон, созданный в новое российское, там, или советское время. Никто до меня турбьона не делал, мне показалось это круто, я написал Вячеславу Медведеву в журнал «Часовой бизнес». Это был 2003, наверное, год. Мы издавали несколько журналов «Часовой бизнес» и «Мои часы». И однажды раздался звонок, позвонил как раз-таки Константин и сказал, что вот он такой замечательный молодой мастер, он сделал часы с турбьоном. И тогда показалось, что, ну, в общем-то, идея какая-то спорная, ненужная и вряд ли это сильно интересно. Ну, на самом деле, в какой-то степени, наверное, не придал значения. Тем не менее, этот случай был абсолютно уникальным, потому что человек независимый ни от одного из часовых заводов, ни от одного из предприятий сделал что-то принципиально новое и вообще что-то сделал. Сделал что-то интересное в России. Так в журнале вышла публикация про первый российский турбьон. И, насколько я знаю, это была первая публикация про Костю. Вот. Мне это дало большой толчок в том, что, наверное, это кому-то интересно, а не только мне. Давай я буду продолжать это все делать. на самом деле из всех процессов, которые предшествуют появлению новых часов, проектирование, пожалуй, самое важное, потому что те ошибки, которые появляются на этапе проектирования часов, часового механизма, они в итоге самые страшные, самые болезненные, потому что если неправильно спроектировать часовой механизм, он не будет работать, и, соответственно, вся последующая работа всего коллектива, всей команды, и меня лично, она будет потрачена в пустую. Плюс ко всему следует отметить, что в часовом механизме детали не существуют сами по себе. То есть, в отличие от ювелирных изделий, где детали может быть самодостаточны, например, кольцо, то в часовом механизме абсолютно все детали в статике или в динамике всегда взаимодействуют друг с другом. На сегодняшний день, поскольку происходит взаимодействие сотен деталей между собой, окончательная проверка она делается на прототипе. И сначала делаются модели всех деталей в компьютере, затем из этих моделей делаются чертежи. Чертеж позволяет получить необходимые размеры, получить габариты самих деталей, получить допуски, согласно которым на фрезерном или токарном участке изготавливаются детали. И затем этот чертеж отправляется в производство. То есть, например, данный чертеж деталей мост был отправлен в производство, по нему сделали управляющую программу для станка ЧПУ, заложили в чертежах допуски, и после этого деталь изготовилась, была отправлена на участок УТК, где ее проверили, и затем может поступить, если все пройдет нормально, все параметры, все допуски будут выдержаны, может поступить уже на сборку для того, чтобы быть достойной установленной в механизм. В 2005 году, наверное, совершился переворот в моей работе, поскольку это был квантовый скачок с ремесленной работы, когда ты мог создавать то, что уже создавали, в переход в стадию изобретателя. Первая идея, когда пришла в 2005 году, она мне показалась жутко таинственной и революционной, создать часы с указателем даты православной Пасхи. Я превратил для себя это в какую-то жуткую тайну, никому об этом не рассказывал, собирал информацию, начал вычислять, как это делается. Мне казалось, что это будет феноменальный скачок, который действительно приведет меня в меру высокого часового искусства. На самом деле, так и получилось, потому что спустя фактически три года с другими уже пасхальными часами я поехал на Базель и с ними меня уже начали принимать в Международную часовую академию. Поскольку основная часть работы в то время занимали как раз сложные вычисления и первая конструкция пасхальных часов была не очень сложной, то часы были сделаны где-то за шесть месяцев и они до сих пор находятся в музейной мануфактуре. где-то спустя десять лет мне захотелось повторить с указателем даты православной Пасхи и стал выбор образ и архитектура каким должен быть корпус и его наполнение и его оформление. Среди архитектурных символов, которые мне показались наиболее интересными, я выбрал один из знаковых символов моего ранного города Ленинграда и Санкт-Петербурга Исаакиевский собор. На мой взгляд, это выдающееся произведение архитектурного искусства, которое имеет различное количество элементов как интерьера, так и экстерьера самого собора, которое я попробовал использовать в своих часах. На мой взгляд, это прекрасно удалось, потому что даже те же самые мозаики, которые находятся внутри, мне удалось передать снаружи, украсть им поверхность различных элементов. Часы получились и, естественно, гораздо сложнее, потому что, помимо турбийона, вечного календаря, оно содержало ряд дополнительных астрономических функций и, самое интересное, там указатель Пасхи был намного сложнее, чем в первом устройстве. Он содержал порядка 300 деталей и фактически является одним или самым сложным устройством, которое показывает индикацию с помощью одной стрелки. Для того, чтобы переместить Пасху и узнать дату Пасхи, необходимо только 300 деталей для самого индикатора даты Пасхи. В четвертой и последней Пасхали, которые созданы на сегодняшний день, явились часы Московской Пасхали, которые декоративно повторяют образ собора Василия Блаженного. Часы на сегодняшний день являются самыми сложными часами, которые когда-либо были созданы в России. Они имеют 2506 деталей только в механизме и порядка 2500 деталей в корпусе. Имеют 26 часовых усложнений. Среди них, помимо вечного календаря, имеются такие уникальные, как аналемма или специальное устройство Телурий. И, кроме того, естественно, они имеют мой конек, как бы это указатель даты православной Пасхи, который автоматически вычисляют даты Пасхи на конкретный год. Мы сейчас попадаем на участок механобработки, где фактически изготавливаются все часовые детали. Вот в этой зоне делаются детали с помощью токарной обработки, то есть, где ставится заготовка, она вращается и с помощью резца инструмента происходит ее обработка. Станки разного размера, то есть, например, вот этот станок Шаублин используется для изготовления корпусных деталей, а вот на этих маленьких станках, буквально под микроскопом, происходит изготовление самых маленьких шестеренок, самых маленьких деталей. Вот, например, деталь для марсианских часов, то есть, здесь размеры осей составляют 0,5-1,0 доли миллиметра. Здесь у нас на участке фрезерной обработки как раз пишется программа для станков ЧПУ, и сейчас открыта модель посредник марсианских часов, из которых мы вытаскиваем по одной детальке, пишем программы для ЧПУ и, соответственно, в станках их делаем. Одним из важнейших элементов является финишная обработка. После изготовления деталей, которые были сделаны на токарных врезерных станках, они обрабатываются как отдельные ювелирные изделия. Это необходимо не только для того, чтобы каждая отдельная деталь была красивой, но и очень точной. Циферблат одна из самых сложных деталей часов с большим количеством трудоемких операций. Одной из них является покраска. Очень стерильная точная операция. При увеличении в лупу или микроскоп не должно быть видно никаких дефектов на поверхности. Следует учесть, что покрытие на циферблате многослойное и количество слоев иной раз достигает ста. Часовое дело таким, каким мы его сейчас знаем, оно появилось в 16 веке в Швейцарии и где-то к 1600 году только в Женеве было порядка 500 часовых мастеров. Было это связано с тем, что в Европе были гонения протестантов и фактически большая часть из Франции и Германии перебралась в Швейцарию. Жак Кальвин основатель кальвинизма фактически там глава вот этого всего протестантизма он в свое время принял закон который очень помог развитию часового производства. Это было связано с тем, что он запретил полностью запретил любую роскошь и ювелирам которые работали в то время в Швейцарии вынуждены были искать какой-то иной источник дохода. Они нашли его часы и сегодня мы имеем как бы десятки сотни часовых мастеров огромную индустрию первую в мире которая уже не одну сотню лет создает прекрасные часы прекрасные украшения. Создавая часы в России я конечно не задумывался о тех качествах которые нужны для часовщика и пришло понимание что для того чтобы действительно создавать сложные высокоточные прекрасные вещи требуются такие качества как точность и ответственность какие были привиты условным швейцарским часовщикам с этим была большая проблема мне буквально пришлось перестраивать себя после того как появились сотрудники естественно мне пришлось вот эти несвойственные русскому человеку качества прививать и обучать на своей монофакторе это все убираем я обычно конку обхожу крупную вот то есть есть как бы вот можно так обойти я бы еще промежуточный вариант вот так вот сделаю чтобы мелкий только сюда вот заходил ну хорошо давайте пару соток сделаем спасибо вот этот ночной джокер который у нас есть его на показать будет Сергею Михайловичу хорошо ну я сейчас посмотрю мне Маша принесла посмотреть на наличие пыли грязи царапин и так далее вот если все хорошо тогда я Сергею Михайловичу покажу проблема которая существует на сегодняшний день это проблема с кадрами да вообще уровень компетенции наверное он не только заканчивается пожалуй производством часов я думаю что он распространяется на многие другие профессии вот найти хорошие кадры хороших специалистов очень сложно вот когда вы например хотите пригласить на работу того же самого допустим токаря который делает токарные детали для наручных часов я боюсь что вы не сможете найти людей в принципе в Москве кто сможет это делать надо брать другого специалиста либо абсолютно пустого который ничего не умеет либо токаря с какой квалификации его соответственно с больших деталей переучивать на маленькие такая же судьба касается на самом деле любой операции которая выполняется у нас фрезеровка конструирование и так далее то есть это постоянное участие в работе этого человека его переобучение обучение и так далее потому что вырастить специалиста для такой точной и сложной отрасли как изготовление часов требуется месяцы а зачастую и годы вот здесь что-то написано по-немецки вот это вот знаковый документ когда был впервые представлен на генеральном собрании Академии независимых часовщиков тогда был президентом как раз Питер Вибмер который потом приехал в Петербург для того чтобы посмотреть на мастерскую Академия независимых часовщиков наиболее влиятельная международная организация объединяющая лучших независимых мастеров в 2007 году как только я узнал о существовании Академии я загорелся идеей туда попасть тем более что там никогда не было часовщиков из России весной 2008 когда я привез на суд академиков часы Пасхалия в воскресенье и наручные часы Мистерия Тысячи Камней являющиеся даже на сегодняшний день очень сложными часами мне не поверили что вся работа была сделана в небольшой мастерской посмотрев на эти часы они сильно удивились как мне показалось ну и прислали скажем так комиссию для проверки приехал президент Петер Вильмерс со своей женой который посмотрел как это производится что это делает не огромный завод не на деньги миллиардеров нефтяных а делает и проектирует и создает и собирает часы часовой мастер как бы вот этими руками и после этого уже в конце 2008 года в Вене на одной из осенних выставок которая проходила в АХЦИ меня приняли в качестве кандидата в академию через два года в 2010 году я был принят в качестве полноправного члена и в 2016 году так получилось что я стал президентом этой академии вот ну и был в этой должности два с половиной года шкалы и указатели на циферблат часов наносятся с помощью тампонной печати это сложный высокоточный процесс нанесения краски на циферблат с матрицы где линии могут достигать сотых долей миллиметра и кроме того необходимо не испортить уже нанесенное многослойное покрытие как вы уже поняли создание деталей является очень сложным процессом это не просто сотни это тысячи различных операций для того чтобы сделать всего лишь одни часы но часы следует еще собрать задача мастера при сборке часов это сохранить девственную первозданную чистоту и красоту деталей поэтому уровень аккуратности должен быть на порядок выше чем мы с вами привыкли видеть у обычных часовых мастеров сначала собираются из маленьких компонентов отдельные узлы а потом уже эти узлы собираются в часовой механизм на который сверху ставится циферблат надеваются указатели например стрелки и вся эта конструкция уже ставится в предварительно собранный часовой корпус все детали проходит отдел технического контроля где проверяется несколько параметров геометрия детали качество финишной обработки гальванического покрытия качество циферблат и во время сборки также проверяется до 50 важнейших параметров чтобы обеспечить безупречное исполнение часов проверяется выхаживаемость и точность хода надежность ударопрочность водозащита и герметичность чтобы с часами клиента ничего не случилось уровень ответственности колоссальны мы сом трезавы дуронат леприс и ссор петли дарин деса депрайс константин шейкин Константин Чекин, константин Чекин. Константин Чекин из его эпохи. Константин Чекин из его эпохи. базеля и к сожалению подал заявку но они не прошли отбор жюри поэтому следующем году я решил подать новую заявку это произведение искусства настоящее произведение искусства часы carpe diem но к сожалению они тоже не прошли отбор поэтому спустя несколько лет после действительно напряженной работы создав часы в джокер до которые действительно восхитили всех и в тот год они впервые прошли все отборы были номинированы но к сожалению финальный отбор и вот эту награду они не получили поэтому получение на следующий год самый крупный награды вот этой золотой руки это было просто очень круто и очень здорово что наконец-то вот эта награда приехала в россии у меня было две номинации то есть одна это часами клоун и вторая это было с часами которые были совместно со свэндом андерсеном созданы часы джокер автоматом ну шанс конечно два раза больше чем предыдущие разы ну и две категории то есть одна была механикал exception с часами джокер автоматом где я был номинирован была объявлена категория вот ну и победителем были назначены другие часы выбраны жюри как бы ну окей ладно у меня есть второй шанс то есть часы категории маленькая стрелка которая была позже объявлена объявляют победителя опять как бы мимо но ладно не получилось очень жаль особенно два раза была новая категория удэсити была объявлена что она где-то есть но почему-то ни одни часы там не не участвовали не были среди участников она была видимо как дополнительно какая-то объявлена и вот объявляют удэсити и как бы называют там константин чайкин часы клоун вот я поднимаюсь вокруг ко мне оборачиваются кто такой потому что ну в общем перед этим на все бренды которые там участвовали ну достаточно это крупный известный которым зачастую общем не одну сотню лет из тех которые качестве номинантов и победителей на сцену естественно очень волнуюсь потому что там полный зал народу и для меня это как-то очень неприличная обстановка ну и затем достаю специально заранее подготовленную бумажку начинаю ее читать там по-английски прочитал потом вспомнил что у меня в россии очень много поклонников но я уже последние слова говорю по-русски я знаю что большое количество людей сейчас смотрит меня в зале тоже находятся люди из россии и мне приятно что я первый человек из россии кто находится на этой сцене это действительно большая работа спасибо всем и благодарю вот и после того как церемония закончена был гава ужин это очень приятно волнительно на самом деле очень круто да то есть когда ты в общем достиг какой-то очень сложный и невероятно казалось бы цели да и пройти такой путь и наконец-то оказаться там вот на вершине вот вместе с этими людьми которые казалось казались совершенно недостижимы для тебя и вот и там это конечно круто сейчас интересный этап моей жизни поскольку очень много было успешных проектов и каждый раз надо понимать что хочется сделать что-то более интересным более сложное и ты сам для себя должен ставить более высокую планку ближайший проект который наверное я надеюсь что к осени завершится это часы лукоморья то есть это часы которые показывают индикацию часа с помощью наматывания на барабан специальной цепи это очень сложные часы которые вот больше четырех лет мы делаем самым известным пожалуй российским ювелиром легизом по золдзяновым а также я продолжаю работать на россиянской тематики поскольку уже подано и получено очень много различных патентов на изобретение на эту тему и я буду продолжать работать в том же ключе самом начале насколько я понимаю перед кости стояла задача сделать вообще чтобы что-то работало какую-то интересную механическую схему и заставить ее работать а сейчас он сосредоточился на выпуске действительно люксовых часов сам его пример он показывает определенную планку показывает чего может достичь человек и чего может достичь часовое дело в россии даже если за это взялся буквально один человек но человек сердце которого посвящено часам человек который действительно болеет этой темы и имеет очень хорошую голову способны придумывать вот так за 17 лет работы маленькая мастерская на окраине питера выросла в сейчас уже московскую мануфактуру с мировым именем где производится часы престижной коллекционной категории до 200 экземпляров в год 2003 году когда я замахнулся на турбин он мне было сложно представить к чему это все приведет но сегодня без лишней скромности могу сказать что я в силах сделать самые сложные часы в мире